Одесса уникальный город, где разные народы оставили свою душу и память о себе в виде прекрасной архитектуры. Так было раньше, так есть и так будет всегда. Этот город вечен. Меняемся только мы, те, кому посчастливилось совершать прогулки по Одессе. Здравствуйте, уважаемые одесситы! Сегодня мы с вами продолжаем наши прогулки по Воронцовскому переулку. Между прочим, многие даже не знают, где он находится. А почему? А потому что привыкли к другому, советскому названию. После войны мы переименовали в Краснофлотске не просто так, потому что по всему переулку жили моряки. Так как только закончилась война, и люди, естественно, все бывшие военные, все мужчины были военными, пошли в отставку, то в основном, так как город был всегда морской, это все были моряки. И моряки все поселились во всех этих домах, в том числе и в этом дворе. В основном здесь жили моряки. Потом, со временем, естественно, время шло, и эти моряки стали моряками торгового флота. И получилось так, что весь Краснофлотский переулок, где-то процентов на 70, были моряки торгового флота. Это сторона Воронцовского переулка, вплоть до Екатерининской площади, абсолютно соответствует домовладельце бульвара, домовладельцам Воронцовского переулка. Тут у меня есть целые списки, кому принадлежало, что тут вы устанете слушать. Граф Потоцкий, от которого дом перешел к купцу Морозли. Морозли, Морозли, Морозли. Под революцию Толстой Петр Семенович. Что тут была про гимназия Илиаде. Все знают про гимназию Илиаде. Вспомните, Остап Бендер вспоминал, как он зубрил спряжение глаголов гимназии Илиаде. Тут была редакция газеты «Моряк», вот та самая. Все, что вы не читали у Паустовского, в доме время больших ожиданий, это все относится вот к этому зданию. Считается, что тут чуть не половина советской литературы из этого здания. Катаев получал свой первый гонорар Илья Ильпну. Прочтите, время больших ожиданий, где о редакции «Моряка» речь идет, речь идет именно об этих помещениях. Интересно, что тут был, видимо, какой-то большой зал на первом этаже. Проводилась выставка «Товарищество южно-русских художников». Сегодня в доме номер один по Воронцовскому переулку выставки не проходят. Но, видимо, аура художественного мира до сих пор жива в этих стенах, если так вдохновляет жителей дома. Историческая часть города является, в общем-то, главным для меня, поскольку я очень люблю старину. Здесь свой мир, который мне очень близок и понятен. И это вдохновляет на все. На День города я и Лариса Кондрашова, скульптор, по заказу нашей администрации, выполнила памятник, памятник Утесову, который решили установить как визитную карточку возле нашей думы. То есть все районы представляли свои лучшие скульптуры, лучшие цветы, всевозможные изделия. Но, в частности, визитной карточкой Приморского района была скульптура Утесова, сидящего на скамейке, усыпанной цветами. И за ним красовалось панно с изображением самого Дерибаса, посвященного празднованию будущего чемпионата в 2012 году. И одесситы могли это видеть по телевидению. Я считаю, что памятник получился удачным. Памятник был сделан из глины, а потом покрашен бронзовой краской. То есть это был памятник на один день. Даже племянница Утесова к нам подошла во время празднования. И сказала, что Утесов, наш Утесов, похож, очень похож на оригинал. Это Лариса Кондрашова. Она скульптор. А это племянница Утесова. И ее отец, насколько я знаю, был братом-близнецом Утесова. От жителей дома номер один мы узнали еще несколько душесчипательных историй. Здесь вот под этими ящиками, здесь и трупы лежали, и все это. Здесь очень много фильмов снималось. И снимали фильмы... В прошлом году? Да, да, да. Там очень много фильмов. Это даже я затрудняюсь называть. Их очень много здесь снималось фильмов. Очень много. Ну что там было? Там вот Димашина сейчас стояла, там еще вот под кулесами. Здесь было очень красиво. Беседка была, был холодец родниковый, с которым люди пользовались водой. Перелок Воронцовский изменился за последние 5-7 лет. И благодаря тому, что здесь сделали дорогу, отремонтировали некоторые здания, переулок обрел, конечно, совсем другой вид. Он стал более аккуратным. И ездить, и смотреть... Есть что, да. Приезжать, и есть что посмотреть. Дом-одна стена – безусловно, главная достопримечательность этого переулка. До сих пор нам еще не удалось выяснить, почему этот дом так выглядит. Но Михаил рассказал нам еще одну интересную версию. Мне рассказывали очень старые люди, что в военное время, здесь с 40 по 45 год, попала авиабомба. Или снаряд, короче говоря, разнесло, но, короче говоря, там что-то не получалось. И вот так его скосили, построили, и получился такой вот пейзаж. Каждый говорит по-своему, но, скорее всего, это так, потому что до войны есть даже, типа, архитектура вот этого же переулка. Люди старые знают его и говорят, что такого не было. Это случилось после взрыва. То ли бомбы, то ли снаряды. Все вы знаете, что одной из главных виновниц Гибели Пушкина, по крайней мере, пусть косвенных, но участниц, была и далее политика легендарная. Считается то самое свидание, реальное, что было у Натальи Гончаровой с Дантесом, она организовала в Петербурге, в ее доме. Так Дантес дружил с ее мужем. Он погиб во время какой-то кампании военной. Она осталась вдовой и приехала к своему, ну, одни говорят родному, но я, насколько знаю, кузену, двоюродному брату, отставному одесскому губернатору Строганову. Они оба дожили до глубокой старости. Он был немножко взволношенный, но он прогрессивный деятель. Вместе с тем, он первый почетный гражданин Одессы, граф Строганов. До глубокой старости. Вот я сейчас не помню фамилию одного одессита. Дело в том, что во Мхате он шел под какой-то русской фамилией, родная его еврейская. Он описывал, что он в детстве помнит. Показывали поздно вечером двух древних стариков. Они от этого особняка ковыляли к памятнику Пушкину исключительно, чтобы плюнуть на него. Так они ненавидели. Это древняя и далее политика под ручку с отставным губернатором. Мало того, существует воспоминание, что когда собирали средства на памятник Пушкину, пришли к Строганову. Пришла депутация из именитых одесситов, профессура, там знаете, как комиссия по увековечению. Просить деньги. Так он стал стучать на них палкой. Он комиссию спустил со всех лестниц. Он при этом кричал, куда полиция смотрит. Кинжальщикам ставит памятник. Ну вот считается, что они причастны и к подметному письму. Между прочим, я когда-то считал, что занялись вопросом, собственно говоря, в чем истоки ненависти. Тут разные истоки. Но считается, что Пушкин в свое время был где-то у этих Строгановых в гостях. Это где-то или в Москве, или в Петербурге. И он ей в альбомчик написал какую-то записку, что вы неповторимая красавица. Все, но потом указал 1 апреля. То есть это шутка. Дом номер 6 мы стоим. С одной стороны Бернбаум Алексей Федорович, с другой стороны Бернбаум Алас Теодорович. Не один ли это тот же человек, только в крещеном виде. Вообще, этот дом построен в 1848 году в Айтана Далаква. В начале 20 века тут было жандармское управление. Вот такое еще сведение об этом доме. Одесское жандармское управление. Дом Бодаревских. Когда была батарея Щеголева, вот эта война крымская с французами, сын этих Бодаревских, гимназист, героически подносил снаряды, питание. Ну, живет же, видите, близко к порту. И потом ему какую-то золотыми буквами мраморную доску в гимназии, где он учился. Сегодня в доме, где жил юный патриот, заслуживший столь серьезную награду, находится детский сад Незабудка. Девочка Лиза, которая посещала его недавно, теперь уже первоклассница. Надеемся, что скоро она будет так же интересоваться историей своего двора, как и ее папа. В этом доме имеются очень интересные подвалы, которые до недавнего времени, пока жильцы дома ранее жившие здесь, им не интересовались, а там сохранились еще очень многие вещи дореволюционного периода. Так, бывший наш сосед здесь, когда чистил этот подвал, выбрасывал старые корзины плетеные, бутылки с сохранившимися французскими этикетками из-под вина, возможно, даже из-под шампанского это были бутылки. Старая одежда того времени, конечно, она истлевшая была, но все же таки в том хламе было очень много чего интересного. Соседке Анне и Константиновне повезло немного меньше. Нет, я делала капитальный ремонт, у меня никаких находок, находок не было. Хоть бы кладно идти, но не было. Мы, жильцы дома, своими силами посадили вот эти два куста буксуса. Кстати, Лизонька тоже наша принимала очень активное участие в их посадке. Планируем сделать здесь газоны на весну следующего года. Тоже посадить много зеленых насаждений. Желание это весьма похвально. Раз уж Воронцовский единственный в Одессе переулок, где нет ни одного дерева, то пусть дворы его будут зеленые и уютные. Кстати, и на этот раз нам так и не удалось рассказать вам о всех этих дворах. Ну что ж, продолжим наши прогулки по Воронцовскому в следующий раз. А закончить эту программу хочется словами все тех же жителей переулка. Наш город знают и любят во всем мире. Могут не знать, где находится Украина, но где находится город Одесса, в любой точке земного шара даже могут назвать центральную нашу улицу Деребасовскую. Это мне приходилось убеждаться не один раз. Но гостям города могу сказать только одно единственное словами песни. Одессу надо видеть, Одессу надо слышать, Одессу надо лично говорить. Одесса – уникальный город, где разные народы оставили свою душу и память о себе в виде прекрасной архитектуры. Так было раньше, так есть и так будет всегда. Этот город вечен. Меняемся только мы, те, кому посчастливилось совершать прогулки по Одессе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!